Добрый день, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ксения Казакова. Я приветствую гостя нашей студии. Сегодня это Михаил Курашин, вице-спикер областного ЗАГС Собрания 5-го созыва. Михаил, добрый день. День добрый. Ну, давайте по горячим следам обсудим вчерашнее послание президента так, если можно, в двух словах. Чем вас зацепилось, что показалось интересным, были ли предлагаемые меры оптимальными в нашей нынешней ситуации? То есть, как бы, послание президента в двух словах, это, конечно, очень тяжело. Очень тяжело, да. Ну, давайте попробуем, да, постараюсь. Я, на самом деле, если честно говорить, несколько разочарован. Во-первых, мне, честно говоря, очень непонятно и неприятно оказался тот факт, что у нас, как бы, все форматы и все смыслы подобных мероприятий, они перемешаны. Да, то есть, во время прямой линии президента с народом он рассказывает нам о внешней политике Украины, а во время обращения к федеральному собранию, то есть, по сути, два высших органа собираются, да, там, они обсуждают вопросы, относящиеся к ведению исполнительной власти правительства. Вот. То есть, мне бы, честно говоря, хотелось бы услышать все-таки некое понимание генеральных линий, генеральных стратегий того, как там планирует страна, во-первых, решать проблемы внутри, в первую очередь, внутри страны, да, то есть, проблему с повышением уровня качества жизни, да, и второе, что, собственно, видится нашему, там, главе государства, первому лицу в отношении мировой политики, потому что, ну, к сожалению, там, следует признать, что, там, за 20 лет мы испортили отношения, наверное, со всеми, с кем только могли, да, и если, там, одно из главных достижений, о которых до сих пор, там, некоторые говорят, перехода, отказаться, там, коммунистического строя к капиталистическому, было то, что для нас открылась возможность, там, выезжать из страны, то сегодня мы увидим, что такой возможности практически нет, то есть, и дело не только в пандемии, не столько в пандемии, да, что нас мало где хотят пускать, хотят видеть, и, там, гарантировать безопасность, комфорт нам тоже не хотят, и это все, там, тоже напрягает, потому что, ну, как бы, каждый день, там, с телеэкранов мы особо не видим действий, направленных на развитие отношений, у нас, в основном, все новости касаются, там, очередных скандалов по разным темам, будь то, там, тема ДНРа, конкуренции вакцин, там, взрывов и так далее, да, то есть, и это все ведет к тому, что, как бы, там, следует признать, что стран, которые могли бы быть нашими партнерами, и с которыми мы могли бы сотрудничать, там, и развивать, и куда выезжать, в том числе, становится все меньше и меньше. Теперь то, что касается второго момента. Конечно, там, большой социальный блок, который был представлен в выступлении, это, наверное, с одной стороны, благо, да, то есть, люди, даже несмотря на то, что формат должен быть другой, но люди ожидали все-таки услышать какие-то предложения, какие-то установки, связанные с вопросами повышения качества жизни. Да, мы видим, что наша федеральная власть, наша глава государства ориентирована на продолжение политики, связанной с эффективной государственной поддержкой, то есть, точечной, адресной и так далее. Но в то же время мы понимаем, что подобная точечная поддержка не есть государственная политика. Это, как бы, латание дыр. А вот, как бы, каким образом будет меняться социальная политика, государственная политика в социальной сфере с точки зрения, в целом, изменения ситуации, чтобы вопросов подобной, там, точечной поддержки было как можно меньше, да, то есть, чтобы не было ситуации, что, вот, там, людям помогают не потому, что, там, им не хватает для идеального качества жизни, а им не хватает на элементарное, там, существование, да. Вот этого, честно говоря, я не услышал и не увидел во вчерашних, во вчерашнем выступлении президента. И это, честно говоря, огорчает, да, то есть, хотя, с другой стороны, ну, говорить о том, что, да, там, появились новые группы, в котором, там, оказывается, поддержка, это и матери-одиночки, это и беременные женщины в тяжелом материальном положении, то есть, это все, как бы, хорошо, но, опять же, это не решение вопроса. А что решение вопроса? Все-таки, вот, это я и хотел услышать, то есть, каким образом, ставя задачи, говоря последние полгода о необходимости решения вопроса бедности населения, да, а мы видим, там, по тем же данным статистики, которая, там, буквально две недели назад появилась, то, что у нас 80 миллионов из 140, да, там, живут за пределом уровня бедности, да, то есть, и, соответственно, требуются какие-то системные решения, то есть, необходимо перестраивать политику. Да, это дорого, но в конечном итоге, и, опять же, тот же ковид показал, что вкладывание и наращивание денег в оборонную промышленность, да, там, ну, нецелесообразно, потому что, там, в современной жизни беда может прийти с абсолютно другой стороны, то есть, нужно вкладывать деньги в людей, нужно вкладывать деньги в науку, в образование. Ну, вот деньги как раз вкладывают, вот веерная раздача денег, вот вкладывают в людей. Еще раз, она неверная, она точная, она адресная, да, но, опять же, там, ну, хорошо, давайте посмотрим, да, что такое, там, пособие, которое предлагается, там, женщинам, беременным женщинам в тяжелом материальном положении, там, 6,5 тысяч. Это что? При средней стоимости коммунальных услуг в месяц, там, порядка 9-10 тысяч, ну, пусть даже 8-9, да, то есть, эта сумма, она не покрывает даже этих затрат. Я, как бы, так, после вот этих всех цифр, там, произвел примерно, там, для себя в голове расчет, собственно, каков должен быть уровень семьи для того, чтобы, как бы, можно было существовать, уровень доходов семьи, да, то есть, вот смотрите, да, то есть, если у нас коммуналка, там, 8 тысяч, да, и брать московский порядок, когда у них на меры господдержки могут рассчитывать те, у кого стоимость коммунальных услуг превышает 10% их дохода, то, соответственно... Ну, в некоторых регионах, а по России 22. Да. Вот, то получается, что доход семьи должен быть на уровне где-то 80 тысяч, да, то есть, соответственно, вот отсюда мы должны с вами присадить. То есть, при зарплате, предположим, средней зарплате, там, 25-30 тысяч, получается, что меры господдержки должны быть в объеме, примерно, 1 третий доходов семьи. Тогда мы уйдем от ситуации, вот, как бы, вот таких вот выборочных мер, да, то есть, когда даются деньги, с одной стороны, да, конечно, нельзя говорить о том, что, там, государство ничего не видит, а, с другой стороны, там, эта сумма, ну, как бы, ни о чем. Ну, подождите, у государства не стоит задача обеспечить, у государства стоит задача поддержать. То есть, мы не говорим о том, что они должны выдавать деньги на полное существование семьи, о том, чтобы просто поддержать. Они должны поддерживать качество жизни людей. Основа государства, основа государственной политики. Поддержание качества жизни. Не поддержка семьи, а поддержка качества жизни. Ну, какое может быть качество жизни, если ежемесячное пособие не покрывает, там, и базовое. Хорошо, будет это пособие не 5, хорошо, будет оно 20-30 тысяч. Но как это кажется на качестве жизни, если у нас, например, хромает экономика, хромает социальная инфраструктура? Погодите, вопрос заключается как раз в этом и заключается, что если государство будет тратить такие деньги на социальную сферу, то следующим этапом оно будет думать об экономике. Вот смотрите. А деньги останутся? Оно будет думать об экономике, оно будет думать о том, как создавать условия для того, чтобы люди зарабатывали деньги и платили налоги. Вот из всех мер господдержки в период пандемии на мой взгляд, самым удачным решением была идея с самозанятыми. Да, то есть вот как бы, но при всем при этом, вот со сколькими самозанятыми и, ну, скажем так, предпринимателями разговаривали, я говорю, в чем подвох-то? Вот объясните мне. Они говорят, ну это, говорит, очень похоже на мышеловку. Да, то есть вот сейчас создать, подождать, пока там мышеловку зайдет много-много-много людей, а потом захлопнуть. У нас был такой пример, когда была такая форма поддержки, как патент для предпринимателей. Когда ты покупаешь патент и дальше занимаешься предпринимателем. И сколько ты заработал, неважно, ты главное, чтобы заплатил за патент. Когда стало патентщиков достаточно много, лавочку прикрыли. Вот в один просто момент там объявили о том, что все там в следующем году такой формы не будет. Что делать предпринимателям? Зарегистрироваться и сняться с учета в нашей стране, это отдельная эпопея. Я сам помню, что я вынужден был нанимать юристов, ну, понятно, что не фирму, да, там просто знакомых юристов, платить им деньги за то, чтобы они мне вот собрали весь пакет документов и закрыли мое ИП. Вот тогда я вздохнул спокойно. Ну, там, ходить по этим кругам ада, там, ну, точно невозможно. Поэтому вот я думаю, что самозанятыми будет примерно та же самая схема. Вот. А все остальное, опять же, из вчерашнего обращения, возвращаясь к нему, да, я бы разделил на две части. Есть готовые решения, а готовые решения — это там, где прозвучали какие-то цифры. Обе, школьникам и так далее. Есть то, что традиционное, которое там объявляется в виде того, что нужно искать новые формы поддержки малого бизнеса, нужно развивать культурные программы. Но вы сказали, что не было там как раз вот этой генеральной линии. Это не генеральная линия? Это как бы, я бы сказал так, это задачи, которые нужно решать. Вот. И, как показывает практика, вот эти все заявления о необходимости поддержки малого бизнеса и всего остального, это как бы чаще всего ни во что не превращается. Ну, кроме усиления контроля над предпринимателями и так далее и тому подобное. Это мы видели в том числе и по мерам поддержки пандемии. То есть, когда заявленные меры поддержки по налоговым каникулам, по отсрочкам кредитных платежей и так далее и тому подобное упирались в бюрократическую систему и непроработанность на законодательном уровне, в результате чего многие предприниматели просто махали рукой и говорили, да не нужна она нам, отстаньте от нас. А там была и другая ситуация, когда как бы их потом начинали еще из-за этого отдельно, ну, не то что прессовать, но как бы попадали в зону внимания. Поэтому вот то, что конкретные вещи, да, там по пальцам их перечистить можно. То, что абстрактно... То есть конкретные вещи, это то, что будет реализовано. А какие-то абстрактные вещи, это то, что у нас перетекает из одного послания к другому. А еще один момент, который тоже мне как бы с одной стороны прозвучало как благо, но мне он, честно говоря, не очень понятно. Это предложение по вопросу решения проблемы закредитованности регионов. То есть что такое закредитованность региона? То есть регион для того, чтобы исполнить бюджетные обязательства, то есть бюджет исполнить свои социальные программы, ввиду нехваток денег, обращается в банки коммерческие, берет кредиты под коммерческие проценты и дальше в течение какого-то периода времени он возвращает эти деньги по этим кредитам. Здесь предлагается заменить на схему одних кредитов на другие. То есть коммерческие кредиты на бюджетные. Ставка по бюджетным кредитам в разы меньше. Но давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. На сегодняшний момент вся там наша налоговая система построена каким образом? Что все деньги, которые зарабатываются в регионах, уходят в Москву. И дальше Москва начинает как бы их распределять. Аргументации, почему это происходит, мы слышали множество. И неквалифицированность на региональном уровне, неэффективность, коррупция, риски того, что к власти будет приходить к революционным. Где-то это не важно. Основная цель... Пару распределить лучше. Основная цель, она понятна. Голодный всегда более сговорчивый, нежели сытый. И поэтому держать регионы на коротком поводке, давая им там, ну, условно говоря, вот эти вот федеральные программы, в рамках федеральных программ какие-то субсидии, это как бы элемент манипулирования регионами. Который, собственно, приводит, честно говоря, к тому, что выключивается вся профессиональная там сфера на уровне госуправления на там региональном муниципальном уровне. То есть мы уже там сегодня имеем проблемную ситуацию с огромным поселением, что люди не то, что не идут работать, они не хотят туда идти работать. Следующий этап это уровень районов будет, ну, как бы и дальше там по... И что предлагает в этой связи федерация? Она говорит, да, мы с вас деньги собрали, а теперь как бы мы готовы вам их возвращать, но с процентами. Под процентами. Под процентами. Которые вы нам будете платить. Ну, как бы в чем тогда вот как бы эта фишка будет заключаться? То есть если бы произошло изменение вот данной там налоговой системы децентрализация и регионам оставлялись бы деньги, ну, конечно, в идеале все, но мы понимаем, что это невозможно, но хотя бы какая-то видимость значительная часть, то вполне бы вероятно и у глав регионов появилась бы мотивация к тому, чтобы развивать экономику, привлекать инвестиции, способствовать тому, чтобы там было как можно больше там, предположим, мелкого бизнеса и решались проблемы безработицы, да, потому что это тоже налоговая часть и так далее. И в этой связи там это могло бы спровоцировать рост доходов регионов, чего, к сожалению, я думаю, что там сейчас мы точно не получаем. То есть вы считаете, что нынешняя система, она в том числе и губернаторов не стимулирует какой-то работе? Абсолютно. То есть сколько бы ты не заработал, да, ты получишь только то, что как бы есть в хотелках федеральных министерств при распределении данных средств. То есть утверждение некоторых СМИ и некоторых пользователей, которые в соцсети говорят о том, что у нас сегодня ничего в регионе не происходит, это в общем-то не заслуга нашего региона, это в общем-то общая тенденция для всех? Я могу сказать, что не только в нашем регионе, да, то есть это характерно, наверное, не только для нашего региона, то есть это характерно для большинства регионов, да, то есть ну там достаточно просто приехать в эти там властные центры и поговорить с людьми, и ты там видишь схожесть проблематики с тем, что есть у нас. То есть понятно, что есть там регионы, бьющиеся за там развитие какой-то экономики, это там западная наша часть Черноземья, и это наши там в основном те регионы, где есть какие-то природные ресурсы, потому что там существует свой порядок распределения дохода от налога на природные ископаемые, то есть там основная часть этого налога оставляется в территории, и за счет этого собственно там ну для примера могу сказать, то есть если параметры там нашего областного бюджета грубо говоря там 38 миллиардов своих на полтора миллиона, ну на миллион четыреста жителей, то для примера там в Якутск 200 миллиардов на 800 тысяч, Сахалин 125 миллиардов на 400 тысяч, тогда и регионы будут какие-то жить очень хорошо, а какие-то вот как мы, ну как бы у кого есть вот есть на чем строить, да там земля или вот там природные ископаемые, они и в принципе и сейчас живут неплохо, да, то есть если предположим приехать там в Белгород или в Воронеж, они живут очень неплохо, да, там и по уровню доходов, и по комфорту среды, и по мерам поддержки, и по мерам там, и по условиям, в которых существуют люди, они сильно отличаются, да, за счет того, что вот то, что там называется, там профицитные регионы, да, то есть регионы, работающие в плюс, но это, наверное, не столько и не только заслуга губернаторов, сколько вот сама модель того, как они отчисляют федеральный бюджет. Тогда, если все не так радужно и не так хороша вот эта должность губернатора, как вы оцениваете прогноз некоторых телеграм-каналов о том, что Игорь Васильев собирается пойти на второй губернаторский срок? Я не знаю, как, честно говоря, к этому относиться, потому что здесь, опять же, как мне кажется, не только его желание будет иметь место, много факторов. Это и желание конкретных людей, предположим, на федеральном, в Кремле. Это и итоги избирательных кампаний, которые будут проведены. это всего много. Поэтому там, на чем базируется его решение, или, опять же, может быть, это не решение, может быть, пока просто хотелка, ну, не знаю, я, честно говоря, думаю, что он не особо прикипел к Кировской области. Однешего желания у него, наверное, продолжать работу именно здесь, ну, особо, наверное, не отмечается. То есть, определяющим будут какие-то иные факторы? Ну, да, но, с другой стороны, как бы, опять же, мы, знаете, самый страшный разговор, когда начинают фантазировать, и это такой, хорошо, если не он, то кто? то есть, если мы исключаем вариант варягов, то начинаем смотреть вокруг. И тут, как бы, ситуации, там, и версии, и претендентов, и кандидатов много, но, по большому счету, я пока не вижу из местных никого в качестве губернатора. То есть, они, возможно, хорошие люди, они, возможно, в чем-то хорошие специалисты, но, вот, знаете, у меня перед глазами есть, пример того же Никиты Юрьевича. Человек, который пришел как предприниматель, человек, который пришел как, ну, такой молодой, достаточно амбициозный и относительно расхлябанный специалист, да, но постепенно он воспитался, превратился в хорошего губернатора. Ему, кстати говоря, вот эти вот механизмы, там, централизации бюджета и прочего, не мешали работать? Не любому мешают? поэтому, опять же, возможно, и такая ситуация, да, что, предположим, кто-то из, там, нынешних наших ярких предпринимателей может, там, за первый срок своей работы сформироваться, преобразоваться, трансформироваться в эффективного губернатора. Либо же это, ну, я предполагаю, все-таки, если говорить о замене, то это паряк. Что, ну, опять же, тут надо понимать, что, ну, просто тоже для примера, да, что, если, предположим, там, в той же, не знаю, Белгородской области, там, есть мощнейший холдинг Мироторга, то во многом эту политику определяет, да, в том числе по персоналям, да, там, а если в Кировской области, как такового, крупных, я не беру Раул Хим, потому что, как бы, ну, я не беру, что Кировская область в зоне их особых интересов, вот, у нас нет таких, там, элитарных групп, как-то нет, у нас есть несколько предприятий, занимающихся семья с переработкой, крупные предприниматели, звать их элитарными группами достаточно тяжело, их несколько, и отсюда, опять же, тема противостояния, конкуренции, борьбы и так далее, и в этой связи, там, варяк, он всегда будет смотреться более выигрышно, потому что он не, скажем так, нейтральный будет, но он нейтральный, как он дальше, как он дальше себя поведет, ну, там, опять же, вспоминая Никиты Юрьевича, да, ему очень долгое время удавалось находиться дистанционно от всех, да, то есть он действительно был такой человек, который был равно удален от всех элитарных групп, и там, тогда-то как раз его, как бы, рейтинг-то и был, наверное, самый высокий. Вот, поэтому, там, не знаю, если Игорь Владимирович соберется, ну, соберется, хорошо. Я предполагаю, что мы столкнемся здесь уже в этом году будет достаточно показательно все-таки с еще более низкими результатами по явке. На Госдуму. Да. Ну, и как бы, на все последующие, и ЗАГС собрания, и так далее, да, то есть, поэтому, как бы, снижение явки, это, как бы, возможность для того, чтобы выиграл вообще самая неожиданная какая-нибудь персона. То есть, мы понимаем, что, когда там кто человек голосует, это там одно, когда голосует пять человек, выиграть может кто угодно. Поэтому, я пока никак не готов рассуждать, комментировать относительно мнения о том, пойдет Васильев на новый срок или не пойдет. Если мы вернемся вот к этой истории с раздачей точечных, точечной раздачей денег, вы сказали, что там суммы небольшие, да, но, как я понимаю, что некоторые считают, что все-таки суммы большие, потому что, например, вот, наш сенатор Вячеслав Тимченко как раз озвучил, что Заксобрание области собирается привлекать безработных к принудительным работам, да, и распространяться это будет на тех людей, которые стоят на учете в службе занятости, но получают пособие, но от трудовостройства уклоняются, да, и мы помним, что были высказывания неоднократные чиновников в разных регионах о том, что, в общем-то, пособия по безработице сегодня такие, что люди работать не хотят, потому что достаточно их получать и, в общем-то, на жизнь хватает. Вот в этой ситуации там, да, ваша позиция, я поняла, что вы говорите, это маленькие деньги, кто-то говорит, что это большие деньги, все-таки, где здесь золотая середина, правильной ли вот эта вот инициатива по принудительному, принудительной работе вот этих вот тунеядцев, да, так и candid rap. Корректно. Обязательно общественная работа, не принудительная. Обязательно общественная работа а то есть как бы термин принудительно он больше все-таки исполнение в качестве наказания здесь все-таки не наказание предложение рабочих мест смотрите практика общественных работ она там есть меня не изменя память была в службе занятость еще в конце 90 годов привлекали безработных для небольшое оплате разные вещи там кто-то там улицы прибирал кто-то какие-то там социально значимые баннеры эти листовки раздавал и так далее ну опять же заобязать невозможно в нашей стране я так понимаю что речь идет как раз таки заобязать потому что именно все-таки на официальном сайте парламента значилось о том что это все-таки будут принудительные тогда нам надо возрождать тему связано с наказанием за тунеядство но проблема-то кроется на самом деле вот вы говорите абсолютно правильно в том что с одной стороны есть люди которые не хотят работать там а с другой стороны есть какие-то вакансии вот тоже общался с многими на эту тему и выяснил следующая ситуация пандемия а привела к тому что резко упали заработные платы и люди идут не работать не потому что они зажрались потому что как бы идти работать за такие деньги ну как бы уже просто одесса всем себя не уважать то есть там 12 13 тысяч те как бы ожидают что может быть что там что-то появится более выигрышно но там мы понимаем что выход из кризиса если там даже ничего не менять это будет занимать длительный период поэтому опять же там говоря выступление возвращаюсь да там к сожалению мы не услышали слов о том что там будет простимулирована бизнес с точки зрения того чтобы помочь ему как можно быстрее выйти из ситуации кризиса и там заниматься повышением зарплат то есть в результате как следствие вот мы имеем то что имеем да то есть вакансии есть вакансии немало но уровень заработных предлагаемых уровень оплаты он как бы ну крайне низок и поэтому люди понимают зачем как бы совершать какие-то телодвижения трудостаиваться за копейки если можно также находиться на учете в той же службе занятости и получать эти же деньги давайте мы прервемся на рекламу и продолжим петровна 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 особое мнение на 101 фм возвращаемся в студию продолжаем особое мнение гость его сегодня михаил курашин мы продолжаем с другой темой и новость которая пришла к нам из зала судебных заседаний вчера было заседание по делу дмитрия никулина и вот как раз он значит сказал о том что те деньги да он там прям так и заявил что те деньги которые они украли в цдс он использовал в течение шести лет он проводил какие-то по указанию владимир обыков проводил некие предвыборные мероприятия да а также на эти деньги в течение этого срока проводилась некая работа в округах вот у меня вопрос получается так что компания там партии которую они представляли она действительно строилась получается вот на эти деньги на эти украденные деньги слушайте вот меня меньше всего интересует куда они эти деньги тратили а как это же наши деньги на деньги на налогопотельщик куда они их тратили меня в данном случае беспокоит и там я там негодуя в том что на протяжении такого периода времени они эти деньги воровали да то есть тратили ли они на партию ну как бы для но это неправильно что значит как бы не интересует это неправильно кто-то часы покупает коллекцию часов кто-то дома хранит там сотни миллионов или миллиардов рублей там вам от этого легче не легче я думаю что без разницы а вот сам факт того что эти деньги украдены да то есть то есть они украдены то у нас с вами именно здесь они там как деньги потрачены вот в этом заявлении меня смущает несколько другое да то есть никулин всегда позиционировал везде считался одним из таких наиболее сильно идеологически выдержанных членов партии единая россия то есть он он везде и когда сегодня он в период начала избирательной кампании говорит о том что мы на ворованные деньги проводили избирательной кампании считать он переобулся ну вот тут возникает вопрос либо это как бы как то непродуманная вещь либо эта вещь направлена на то чтобы там еще один гвоздь в гроб там избирательной кампании единая россия вот это вот это как раз там вызывает вопрос то есть для человека который там являлся одним из столпов наиболее верных сторонников там членов единая россия да там подобные вещи там подобное заявление то есть это может говорить о том что ну наверное единая россия каким-то образом там возможно отказала того что мы там вас будем поддерживать там это некая месть это там ну какая то некая месть то есть я не думаю что там дмитрий сказал это по глупости скорее всего как бы это решение хотя там ну сейчас сейчас ничего нельзя исключать да потому что многие вещи которые он делал это вещи очень хорошо бы там помогли бы ему быть наиболее востребованным там тиктокером да то есть нежели подсудимым поэтому там невероятно что вот опять быть в очередной раз в медиа поле да там подобное заявление сделано опять же это продумано но по сути там он должен был понимать то есть он говорит не не то что ему сейчас пришло в голову он эту фразу эту формулировку он ее обдумывал я очень надеюсь что как бы он понимал последствия которые могут возникнуть после этой фразы что эта тень опять на единую россию но это не только тень меня вот еще зацепила цитата которую он сказал я процитирую когда быков ушел в узс то он мне говорил кого должны избрать депутатам вот эта история как бы что быков решает кого избрать депутатом да быков они люди это не повод вообще пересмотреть результаты голосования ну тогда надо пересмотреть результаты голосования начиная с борис николаевич с 96 года нет ну просто это настолько откровенное заявление потому что ельцин или или зюганов тогда 96 то есть то же самое там мы понимаем что там люди которые которые потом предлагаются жителям для голосования это люди которые определяются какой-то кучкой других людей да то есть руководством партии там руководством региона там элитами и так далее и тому подобное если ну не если а там то что быков был одним из тех людей которые собственно формировал эти первичные списки там ну да нет я так поняла что речь идет как раз не о том чтобы предоставить выбор из двух кандидатов а именно мы с вами вот сейчас понимаете вы сейчас можете залезть туда где мы с вами точно не имеем никаких фактов и не имеем права делать никаких заявлений да там там то что никто ну условно говоря не в прямую не покупает места там в думы имеется ввиду там через кассу там это факт все остальное это там ваши мои там всех остальных домыслов что что включает себя в фразу кто должен войти там кого мы будем финансировать или же предположим кого мы будем продвигать да то есть имеется ввиду что вот показывать этого человека там и так далее то есть как бы тут фонтан возможных вариантов может быть поэтому там то что быков был человеком который принимал решение о кандидатах там это да если на это тратились деньги а мы понимаем что и знаем и я думаю что вы как человек тоже не последний в политтехнологиях знаете да что когда кандидат там идет на выборы то есть кандидаты которые оплачивают свои компании сами а есть кандидаты которым оплачивают компании да то есть за счет партии или за счет каких-то иных ресурсов поэтому может быть речь шла о том что там быков говорил о тех людях кого будут финансировать по линии партии вот то есть как бы еще раз там делать однозначные выводы тут точно нельзя как это и страктует суд тоже но сам факт нанесения еще одного урона репутации единой россии налицо тогда я должна спросить у нас как-то в студии был ян чботарев он сказал о том что вот чтобы имидж единой россии обелить чтобы его вытянуть приговор бы кого вынесут к осени вы с этим согласны я предполагаю что приговор вынесут за период после периода голосования потому что сейчас любое решение будь то оправдательное или будь то решение связанное с обвинением оно будет использоваться оппозицией как решение против единой россии в первом случае это значит отмазали единая россия это тоже хорошо они приняли вернее исключили быкова из своих рядов в общем то это тоже избирателям на самом деле как бы там приняли не приняли все знают что это человек который долгое время занимался в единой россии это человек который разговаривал за собрание как член единой россии был секретарем политсовета тогда на риторику партии других это не повлияет вынесут приговор за пределами избирательной кампании или после оппозиционных партий в настоящий момент не будет итоговать условно говоря карты да то есть чтобы заявить о том что там единая россия это понятно нужно решение суда или же там отмазали своего да то есть пока идет судебное разбирательство тут как бы ну чего можно сказать вот посмотрите на этот пример и тут же возникает вопрос а как бы а вы уверены что он виноват а может он не виноват его просто оговорили сейчас его оправдают вот поэтому там сейчас использовать оппозиции там этот эту ситуацию там ну как бы на мой взгляд крайне тяжело а если будет приговор любой приговор там до момента проведения выборов то как бы оппозиция и там все остальные получают вот эту карту которая дальше это является уже флагом тогда я спрошу вас еще как вы прокомментируете высказывание олега чечебабина бывшего начальника отдела транспорта о том что они когда жители обращались к ним по поводу чадящих пазиков они в общем то откровенно он заявил о том что они не проверяли эти пазики а просто писали отписки то есть вам это удивительно не удивительно пометуя во первых о том что один из составов это нормальная история один из составов который предъявлен быкову связан как раз поставкой топлива низкокачественного да то есть мы понимаем что это низкокачественное топливо дает соответственно вот вот эти чадящие пазики и поэтому если проводить проверки чадящих пазиков то вопрос о качестве этого топлива всплыл бы еще там лет десять-пятнадцать назад поэтому как бы что остается делать подчиненному лицу ну как бы вот врать а там ну вы по городу тоже я так думаю не на машине не только на машине передвигаетесь и на общественном транспорте о том что не в один из этих периодов количество чадящих пазиков не сократилось там но это было очевидно вот они как ездили там вечером смотришь сюжет о том что мы провели проверку утром выходишь на улицу и один за другим эти чадящие пазики и понимаешь что как бы ну проверки никакой особо значит и не было у нас буквально полминутки остается я все спрошу вот это получается что система в общем-то там администрации люди не имеют возможности проверить и узнать была проверка по их обращению или не было то есть эта система в принципе как была непрозрачна для жителей так она и осталась исключить что сегодня также работает администрация мы не можем на этом построена вся система государственной власти да то есть весь вся система аппарата на мой взгляд построена по принципу того чтобы вода всегда была мутной исходя из этого как бы на этом завершаем программу особое мнение гость его сегодня был михаил курашин вице спикер областного зак собрания пятого созыва михаил спасибо спасибо будьте здоровы особое мнение на сто один на